Если исходно было 35 главных эффектов, в новой модели они будут фигурировать плюс 34 двухмерных эффектов взаимодействия. То есть потенциальных предикторов стало больше, значит роль процедур пошаговой регрессии возрастает. Вот. Я для сравнения сделал две модели. Одну из них я сделал непосредственно, запустив процедуру пошаговой регрессии с уровнем значимости для отсева 0,05. Важно еще, кстати, не забыть установить достаточное число итераций, потому что чем больше предикторов, тем больше нужно итераций для того, чтобы модель сошлась. Тысяча итераций точно хватит. Так вот, запустил сразу на 0,05 и получил 28 шагов. И сделал с четырьмя подходами. Сначала 0,5 significance, потом 0,1, потом 0,05 и последний перезапуск, чтобы убедиться, что все соответствует последнему шагу предыдущего запуска. Поэтому, конкретно в данном случае результат оказался одинаковым, что эта модель, что эта модель. Они абсолютно одинаковы. Здесь проверка коэффициентов, разница между значениями коэффициентов в двух моделях. И по качеству моделей тоже разницы нет. Но это редкий случай. Обычно с четырьмя подходами получается модель более качественная, чем если сразу запустить 0,05. Процедура запуска ничем не отличается от того, что я показывал в видео, посвященных логистической регрессии, просто с главными эффектами. Поэтому я кнопки нажимать не буду, показывать не буду. Все показываю через синтекс и результат. Получили модель с 44 предикторами. Прежде чем их интерпретировать, надо проверить качество модели по той же схеме, что я описывал для просто главных эффектов. То есть на устойчивость проверяю, на гомоскедостичность, на несмещенность.